Которая направляет его к фельдшеру или к участковому врачу, у которых есть память по таксилогической информации, там отравление клиника и отравление нефтепродуктами. В дальнейшем он в карточке со страховым медицинским полюсом, с паспортом, в дальнейшем он направляет его к неврологу-какуристу. И мы стараемся без очереди обследовать его на биохимический анализ, чтобы он не толкался с пациентами очень. Но хочу обратить ваше внимание на то, что если мы будем рекламировать эту акцию, то мы просто захлебнуться можем в потоке, если они плынут именно всем к нам, и просьба к министерству и к аппарату все-таки распределить это между всеми учреждениями города, то есть чтобы не было именно поток направлен в автовую больницу, потому что у нас в связи с ремонтом и скучностью большого населения, очень сложная рабочая обстановка, у нас приспособлены везде помещения. То есть, как я правильно Вас поняла, Вы сегодня, вот обратился человек, он по этому маршруту идет в случае, если его что-то беспокоит, или вот он сказал, я начал исследоваться. Если его что-то беспокоит, он сказал, что у меня, например, появились симптомы, я жил рядом с лифтизаводом, у меня беспокоит то, что... Что-то беспокоит. Да, потому что выявить какие-то токсиологические симптомы за такой период невозможно, а какой-то беспокойный... Это абсолютно правильно, это я к тому говорю, спрашиваю вас, что дальше его маршрут протекает в зависимости от выявленных симптомов и эффективного осмотра, посмотрел фельдшер или терапевт, и он дальше определяет, куда этого пациента направить, правильно? На какие исследования и какому специалисту. То есть, в зависимости от выявления. Да, что выявлено, я хочу, понимаете? Совершенно верно, этого не должно быть, я хочу. Теперь вопрос. Вот терапевт у Вас ведет прием по записи, правильно? Как попадет, вот я сегодня обратилась, как я сегодня попаду к специалисту? У нас практически терапевты ведут не по записи, а один в день. Сколько пришло, столько и обслужить. Это и в первую половину дня, и во вторую половину дня. То есть очередей нет? Есть очередя, но все принимают. У нас укомплектованность терапевтами составляет 9 человек на 28 участков. То есть в день обращения пациент обязательно попадет в датчик. Но в крайнем случае, на следующий день, в крайнем случае, это очень случайно, бывает крайне. Но может быть сейчас, среди с этим наплывом, вы у нас поднялись, буквально с этой недели у нас очень много дороги. Вот, допустим, специалист выяснил, что есть показания провести лабораторные исследования, да? По тем симптомам, что больного и жалоба. Он как скоро попадет в лабораторию? Сергей Александрович, а в день? Ну, лаборатория у вас как работает? По какому краю? С 8 утра. С 8 утра? Да. До 10. По второй половине дня забор не осуществляется? Не. Не осуществляется. Не так, спасибо. Понятно. Но, учитывая, что у вас задача по нашему распоряжению поставлена в течение 10 дней, начиная с вчерашнего дня, провести обследование всех обратившихся и кого беспокоят жалобы, если есть показания, значит, необходимо организовать. Есть такое пожелание и общественной организации, значит, организовать и прием пациентов, и лабораторные исследования во второй половине дня, в том числе, организовать забор. Вот, в течение этих 10 дней. Это реально сделано? Да. Реально сделано. Ну, вот вы можете сказать, вот на 18 число вчера сколько было обращений? Ни одного. Не было. Не было. Ни одного. Регистратура, вот регистратура, она, когда подошел к ПЦН, хочет попасть к специалисту, к терапевту, она уже у вас знает, спрашивает, в связи с чем? Они проинструктируют. Можно сейчас... Сустенция, посмотрим, мы зайдем к врачу, в кабинет в врачу, побеседуем. Мы срочем запрингуем, не обязательно. Да, не гадро. Да, хорошо, мы зайдем посмотрим. Сколько в среднем идет времени на прохождение обследования у человека, если он обратится? Желающий. Ну, я думаю, день, ну, в крайнем случае, если он после обеда, то у нас это точно день. Результат вы имеете в виду? Ну, да. Ну, да, полностью в этом объеме обследования... Нет, я сейчас немного прогружаю. Вот человек отпросился с работы. В связи с показаниями больничному оформлению не было. Сколько он... Вот насколько человеку нужно отпрашиваться с работы, чтобы пройти обследование? Я не имею в виду, включая в получение результатов. Я имею в виду, сколько он потратит в вашей больнице времени. Еще раз повторяю, этот вопрос крайне для людей важен, потому что это не госпитализация. Это обращение не в связи с болезнью. Больничный оформлен не будет. Человек должен четко, житель Комсомольска, каждый желающий должен четко понимать, сколько времени он потратит на прохождение обследования. Понятно в среднем, понятно, что 2 минуты мы не высчитываем до обсурда не доходим. Ну, в среднем. Ну, я думаю, 2-4 часа. А 2-4 часа? Да. У меня раз вы спросите, пожалуйста. А по субботам у вашей дежурной бригады работают. Сколько терапевтов сидит на приеме в этих поликлиниках? Значит, в этой поликлинике, так как у нас 6-дневная рабочая неделя, аформируется и эта дежурная бригада, здесь сидит один терапевт, а во второй поликлинике, она более большая, там сидит терапевт или фельдшер, или 2-3. Так, а узкие специалисты принимают? Узкие специалисты, хирурги дежурные. А если возникнет необходимость, можно, в плане исключения, в эту декаду, ввести дежурных в выходной день, по субботам, дежурных, по субботам специалистов, которые предусмотрены по алгоритму обследования, чтобы человек полностью прошел обследованный выходной день, сдал анализ крови, а результаты уже анализов получат в понедельник, во второй полдень дня, уже с комплексным обследованием. Ну, вы знаете, мы не сталкивались с этим, но надо подумать по этим вопросам. То есть, если возникнет такая необходимость, и будет достаточно пациентов, то такой режим в течение декады... Возможно, возможно, но как бы мы с этим не работали, невозможно. И еще такой вопрос. Вот в регистратуре у вас имеется база данных застрахованных? Имеется. То есть, если пациент, он обратился за помощью, у него нет с собой полиса, есть только документы, выставляющие листы. Регистратор может по этой базе посмотреть, и вот там будет видно один номер полиса, и дело застрахованных. Совершенно верно. То есть, эта база у вас есть, она обновляется, она пополняется. Совершенно верно. То есть, пациенту не обязательно иметь с собой полис обязательный... И сейчас мы работаем над внедрением и диалогом. Замечательно. То есть, пациенту достаточно прийти на обследование с одним паспортом? Можно прийти на обследование с одним паспортом. Потому что у нас есть 20 данных. Вы можете посмотреть. Если есть база данных, может ли человек прийти на обследование не с паспортом, а с водительским удостоверением? Нет. Мы требуем паспорт, потому что сейчас в последнее время нам нужно в специальное окошечко забивать паспорт и сверять это все. А, сверять паспорт на это? То есть, паспорт необходим? За полисом домой можно не завяжать? Да. То есть, не тратить времени? Тем более, при первичном приеме, если экстренном, мы даже и без паспорта. Нет. Мы сейчас говорим не про экстрен, а коллеги. Мы сейчас пытаемся понять готовность лечебного учреждения к углубленному медицинскому обследованию, которое проводится. Вот то, что у нас... Диспансеризация вы имеете в виду? Нет. Нет. Нет, то, что сейчас... Именно это дело. Да. Это можно. База данных у нас есть, все. Скажите, в больнице есть свой сайт? Есть. И там эта информация должна быть размещена с сегодняшнего, вчерашнего дня. Это сегодняшнего дня. Вот я... Вы правильно поняли вопрос. То есть, вы разместили. Да. Вот то, что у вас только шестой участок, вы говорите, на подъездах домов, вы развестили это обедение. А на других участках почему нет? Ну, еще не успею, так скажем. Не успею, да? Значит, это все... Потому что я получил это все только в пятницу. Вот это распоряжение, которое идет от министерства, я получил только в пятницу. После обеда. Естественно, Николай Нашов. Вчера началась эта работа. Все осталось. Сколько у вас участков? Участков у нас 28. 20? Да. Численность населения у нас 48 тысяч. Ну, действительно, Наташа подъезд на... 48 тысяч. Это очень много. И 16 детских. Это всего было 48 и 16, это 64 получается. Тысячи обслуживают ваши поликлиники. В нашей поликлинике именно КГУС номер 2. Плюс еще у нас в этом Ленинском округе есть еще поликлиника номер 9, то есть это тоже жители нашего округа и работники нашего большого завода. Ну и еще в наше учреждение, плюс хватит и жильщики, включаются непосредственно работники нефтезавода, которых мы тоже... Ну что, давайте тогда время терять не будем. Пойдем по кабинетам, да, позвоним. Пойдем по кабинетам.